А сейчас я передам слово моей коллеге Ане Михайловне Строгановой для того, чтобы она рассказала нам о биологии меланомы кожи, невусах и другой важной для нас информацией поделилась в том числе. Анна Михайловна, вам, пожалуйста, слово. Спасибо большое, Лев Владимирович. Уважаемые коллеги, хотела представить вашему вниманию доклад на тему биологии меланомы кожи. Акут, пожалуйста. Спасибо большое. Это вперед. Спасибо. Как всем известно, меланома – это одно из наиболее злокачественных новообразований человека. Она вызывается повреждающим действием ультрафиолетового излучения и генетической предрасположенностью. Но чаще всего во многих случаях меланомы задействованы оба этих пути развития. Ультрафиолетовое излучение солнечного света оказывает наиболее вредное влияние на организм человека. Связь между ультрафиолетом и канцерогенезом кожи была показана во многих эпидемиологических исследованиях. Ультрафиолет влияет на гомеостаз клеток, вызывая повреждения ДНК, изменяя экспрессию генов и вызывая генерацию активных форм кислорода. В свою очередь, генерация активных форм кислорода влияет на стимулирование воспаления в тканях и вызывая в больших концентрациях, когда достигает окислительный стресс. Активированные кератиноциты, дендритные клетки, меланоциты и клетки лангерганса продуцируют провоспалительные цитокины, которые участвуют в воспалительных реакциях. Медиаторы воспаления, такие как фактор некроза опухоли Альфа, интерлейкины, они также участвуют в инициации и прогрессии опухоли. При гипоксии микроокружение начинает индуцировать ангиогенез, индуцируя экспрессию фактора ХИФ1-Альфа. Повышенный уровень активных форм кислорода активирует также ядерный фактор НФКПБ, что в свою очередь активирует сигнальный путь ПИ-3К и АКТ-МТОР. Но существует еще и внутренний путь, который связан с генетическими изменениями, которые предрасполагают к развитию неоплазии, такие как активация онкогенов БИРАФ, НРАС и других, и инактивация генов-супрессоров. Активация этих двух путей, внешнего и внутреннего, приводит к стимуляции факторов транскрипции, СТАТ-3 и НФКПБ, что регулирует воспаление и в свою очередь приводит к опухолиопосредованному воспалению, регулируется при этом выживаемость, пролиферация, инвазия, ангиогенез и метастатический потенциал опухолевых клеток. Обнаружены частичные совпадения соматических мутаций в невусах и меланомах, что свидетельствует о том, что серия мутаций необходима, но недостаточно для злокачественной трансформации. Активация пути мапки-назы – это первый важный путь для разрастания меланоцитов, но этого недостаточно для полной злокачественной трансформации. Мутации промотора ТЕРТ наблюдаются в 86% кожных меланом и также обнаруживаются в промежуточных меланоцитарных образованиях. Аберантный ген ТЕРТ приводит к удлинению теломер, и теломеры уже не распознаются клеткой как аномальные, и апоптоз или старение клетки не происходит. Это так называемый теломерный кризис. В свою очередь, меланоциты, которые потеряли способность к апоптозу, не происходит ряд событий, которые приводят к хромосомной нестабильности и увеличенному количеству аберантной ДНК. Точный порядок этих событий не был определен в каждом конкретном аберантном меланоците. Путь мапкиназа состоит из цепочки внутриклеточных белков, которые регулируют физиологические функции клетки, такие как рост, дифференцировку, пролиферацию. Белок БРАФ активируется белками РАС, которые располагаются ниже рецепторов клеточной поверхности, таких как и GFR-КИД. При активации белка БРАФ он фосфорилирует белок МАП-РКИНАЗы, который, в свою очередь, фосфорилирует сигнальные киназы РК-1 и 2, которые демеризуются и перемещаются в ядро, в свою очередь фосфорилируют многие факторы транскрипции, которые участвуют в регуляции клеточного цикла. Здесь надо отметить, что при мутации в гене БРАФ активация этого сигнального пути происходит вне зависимости от активации рецепторов клеточной поверхности. Существует другой путь ПИ-3К АКТОР, который часто встречается, активация его часто встречается при метастатической меланоме. Однако мутации генов, которые входят в этот путь, встречаются редко, что означает, что существуют другие молекулярные механизмы, которые активируют этот сигнальный путь. Помимо этого, в регуляции клеточного цикла участвует комплекс белков циклинозависимой киназы 4,6 с циклином D1, который регулирует переход в клетки из фазы G1 в фазу S. И не нужно забывать, что формирование новых сосудов в опухоли и ее метастазирование является ключевым этапом именно злокачественного прогрессирования. То есть меланом обладает высокой ангиогенной активностью, и ингибирование БРАФ может усилить ангиогенез и, следовательно, прогрессию опухоли. Существует сильное генетическое родство между генами, связанными с невусом и меланомой, между фенотипическими и клеточными особенностями невуса и меланомы, включая активирующие мутации онкогенов. Действительно, гистопатологические диагнозы от умеренно диспластического невуса до ранней формы инвазивной меланомы могут не воспроизводиться между разными патоморфологами. И для диагностики меланцитарных поражений кожи было предложено использовать ДНК-зонд, который состоит из четырех частей, то есть при этом гены, окрашенные флюорофорами, в данном зонде играют важную роль при развитии меланомы. И этот зонд с наибольшей чувствительной специфичностью может подчеркнуть различия между доброкачественными и злокачественными новообразованиями. На этом слайде показаны гены, которые входят в состав этого зонда. Ген РРЕ-B1, белок его является транскрипционным фактором, который вовлечен в регуляцию мапкиназного сигнального пути. Протанкоген ЦМИП, который кодирует ядерный белок, вовлеченный в регуляцию транскрипции. Ген, кодирующий белок циклин Д1, как уже мы сказали, участвует в переходе клетки из фазы Ж1 в клеточную фазу С. И центромеры 6-й хромосомы, которые являются контролем изменения копийности этих генов. Существуют критерии оценки, которые необходимы для того, чтобы мы отнесли новообразование к злокачественному либо доброкачественному. При доброкачественных меланцитарных новообразованиях копийность генов РРЕ-B1, МИП и ЦЦНД1 также изменяется как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Но диапазон этих изменений при доброкачественных меланцитарных новообразованиях никогда не выходит за пределы диагностических пороговых значений. На этом слайде показан клинический случай. У пациентки было обнаружено меланцитарное образование кожи с неясным потенциалом злокачественности. Было проведено фишеследование с вышеуказанным зондом, и практически во всех клетках этого новообразования мы видим уменьшение копийности гена РРЕ-B1 до одной копии или отсутствия копий в ядрах этих клеток. И новообразование было отнесено в разряд злокачественных. Хотелось бы остановиться, конечно, на гене БИРАФ, который с начала 2000-х годов был идентифицирован как часто мутировавший ген в опухолях человека. Ген БИРАФ расположен на 7-й хромосоме, и активирующие мутации в этом гене обнаруживаются до 65% в меланоме. И наиболее частые мутации это ВИ-600Е, которая является преобладающей, и ее диапазон от 70% до практически 90% всех мутаций в 600-м кадоне. Она приводит к увеличению киназной активности белка по сравнению с нативным. Вторая по частоте мутации это ВИ-600К, которая встречается до 20% всех мутаций в 600-м кадоне, и редкие мутации РМ и Д. На этом слайде показано распределение мутаций в 15-м экзоне гена БИРАФ в зависимости от возраста. Существует корреляция между возрастом пациента и наличием мутации в гене БИРАФ. Согласно литературным данным, мутация ВИ-600Е была обнаружена у всех пациентов младше 30 лет. И также отмечено, что в возрасте старше 40 лет у пациентов наблюдаются мутации ВИ-600Е и К, и после 40 встречаются мутации более редкие. Мы показываем здесь, еще раз повторяю, результаты собственных исследований 556 меланом. Процент мутации в гене БИРАФ, по нашим данным, достигает 52,88. И мы видим, что до 40 лет преобладающей единственной мутацией является ВИ-600Е. С возрастом старше 40 появляются мутации ВИ-600К и более редкие. После 70 лет мутации в гене становятся меньше. На этом слайде видно распределение по типу мутаций в 15-м экзоне гена БИРАФ. Преобладающей является ВИ-600Е, которая практически достигает 90%, 86%. ВИ-600, остальные мутации около 10% и преобладающей среди них является мутация ВИ-600К. На мутации не в 600-м кодоне приходится около 3% всех случаев. Меланомы кожи с мутациями ВИ-600Е и ВИ-600К, они схожи с молекулярной точки зрения, но имеют различные клиникопатологические особенности. Меланомы кожи с мутацией ВИ-600К считаются более агрессивными, чем ВИ-600Е, так как меньшее количество опухолей регрессировали и имели более короткую бессобытийную выживаемость. И также была описана более высокая степень мутационной нагрузки у пациент в опухолях, имеющих мутации ВИ-600К, и, следовательно, объясняет хороший ответ на иммунотерапию. Редкие мутации гена БИРАФ, такие как РДИМ, связаны с хорошим ответом на ингибиторы БИРАФ и лучшей общей выживаемостью по сравнению с пациентами с меланомами, имеющими мутацию ВИ-600Е и К. Мутации гена БИРАФ, не ВИ-600, встречаются реже, и их прогностическая роль на сегодняшний момент трудно объяснить. Мутации, относящиеся ко второму классу, они определяют повышенную каталитическую активность, и если эти мутации не увеличивают чувствительность к ингибиторам БИРАФ, они активируют ниже стоящие белки мишени, что объясняет их чувствительность к ингибиторам МЕК. Мутации кодонов 594 и 596 отнесены к мутациям третьего класса и описаны как киназные нарушения белка БИРАФ. Они встречаются редко, но связаны с хорошим прогнозом и более длительной общей выживаемостью по сравнению с пациентами с мутацией ВИ-600Е. В заключении хотелось бы сказать, что приоритетное направление в изучении меланомы – это, конечно, ранняя диагностика и изучение лекарственной устойчивости, что повысит результаты лечения пациентов с меланомой. Спасибо большое. Анна Михайловна, спасибо большое. Вопросы мы ждем на сайт. Сейчас я не буду отвлекаться, как говорится, от общей канвы нашей секции. Это очень интересная тема, конечно же. И тут, на самом деле, я бы хотел много чего вас спросить, но я наберусь терпения, и мы подождем вопросов наших зрителей. Спасибо. Спасибо.